В эфире программа День города в студии Алена Куколева. Здравствуйте! Смотрите в этом выпуске. В четверг глава города Олег Бульеко выступил с отчетом перед депутатами. В России, по данным СМИ, за последние полгода покончили с собой не менее 130 подростков. И рязанцы примут участие в соревнованиях «Солнечная регата». В четверг глава города Олег Бульеко выступил с отчетом перед депутатами. Он отчитался о результатах деятельности за прошлый год, рассказал о том, как реализуются начатые проекты и поделился планами на год текущий. Почти 6 миллиардов рублей. 70% средств бюджета города было направлено в 2015 году на социальную сферу. С таких данных начал свой отчет о деятельности администрации Олег Булеков. Как подчеркнул глава Рязани, несмотря на общероссийские экономические сложности, приоритет социальной политики городской администрации оставался неизменным. В частности, значительные продвижения наблюдаются в решении вопросов с местами в детских садах и строительством школ. Становится меньше пробок и больше парковок. Кроме того, серьезное развитие получили строительная сфера и предпринимательство. Наилучшие за последние 20 лет результаты достигнуты по показателю ввода в эксплуатацию жилья. Как подчеркнул глава администрации, переход от точечной застройки к комплексному строительству является при этом для города приоритетным. И, конечно, социальные проекты, которые были реализованы, это строительство детских садов, это оптимизация мест в дошкольных образовательных учреждениях. У нас сейчас остается пока еще проблема по детям двухлеткам, по трехлеткам мы полностью обеспечили. И, конечно, у нас еще остаются школы с двухсменной работой. И сейчас наша основная задача – это максимально приложить усилия для того, чтобы уходить от второй смены в наших образовательных учреждениях. Если в 2015 году выполнен ремонт 24 участков городских дорог общей протяженностью 18,8 километров, то в ремонте, по оценке специалистов, нуждаются еще 283 километра дорог. Как подчеркнул глава администрации, для решения этой задачи необходимо обеспечить жесткий контроль за качеством работ и выполнением гарантийных обязательств. Для этих целей планируется привлечь общественность. Проведенная в 2015 году модернизация системы уличного освещения позволила сэкономить более 70 миллионов рублей. Депутаты городской думы отчетом остались довольны. Несмотря на ту позитивную работу, которая ведется, убаюкивать себя рано. Мы все знаем основные проблемы города, этой дороги, дворовые территории, установка детского игрового оборудования, капитальный ремонт жилых домов и отсутствие парковочных мест. Но все-таки хочу отметить, что в 2015 году работа и администрации, и думы в этом направлении была слаженной, четкой. Подводя итог, Владислав Фролов подчеркнул, что взаимодействие думы и городадминистрации было и остается конструктивным и эффективным. А приоритеты остаются неизменными – акцент на социальную политику и комплексное развитие города. С 1 октября 2015 года банкротство физлица вошло в судебную практику на территории России. Люди получили возможность обращаться в суд, если выполнение долговых обязательств стало для них невыносимым, а сумма долга продолжает расти. Если неплатежеспособность будет признана, таких граждан освобождают от долгов. В Рязани федеральный закон о банкротстве физических лиц заработал 1 октября 2015 года после принятия его в Госдуме. Решение по первому делу арбитражный суд вынес 15 декабря. Сам закон горячо обсуждался в стране последние 10 лет и все это время вызывал массу споров. И теперь взявшие кредиты россиянам могут законно избавиться от долгового бремени, признав через суд себя банкротами. За время действия этого закона по сей день в Рязанской области рассмотрели 434 дела о банкротстве. Как показывает статистика, 90% всех обращений поступило от самих граждан. Данное количество в два раза превышает количество рассматриваемых дел за весь 2015 год и также 2014 года. Это обусловлено вступлением с 1 октября 2015 года изменениями в федеральный закон о несостоятельности банкротстве, регламентирующими банкротство граждан-должников. По состоянию на 1 мая 2016 года сумма задолженности по обязательным платежам перед Российской Федерацией, организацией и индивидуальных предпринимателей, находящихся в процедурах банкротства, составила более полутора миллиардов рублей. Сумма задолженности по этим должникам составляет более 1 миллиарда 600 миллионов рублей, включенной в реестр требований кредиторов. Если рассматривать по отраслям хозяйственной деятельности, наиболее проблемные отрасли у нас ежегодно приходятся такие, как обрабатывающие производства. Доля должников банкротов 24% в этой отрасли составляет, по этой отрасли 24% также приходится на виды экономической деятельности торговли и 20% сельское хозяйство. Сумма погашенной задолженности по обязательным платежам и денежным обязательствам перед Российской Федерацией составила более 10 миллионов рублей за отчетный период. При этом по состоянию на 1 мая после принятия уполномоченным органам решения о подаче заявления о признании должника банкротом добровольно погашена задолженности в сумме свыше 6 миллионов рублей. В России, по данным СМИ, за последние полгода покончили с собой не менее 130 подростков, почти все из которых состояли в одних и тех же группах в соцсетях. Проблема суицидов детей является одной из самых острых на сегодня. Так в Рязанской области за этот год пятеро подростков расстались с жизнью. Кто и для чего объявил войну нашим детям и как вытащить ребенка из рук интернет-пропагандистов? Оксана Тебенихина попыталась разобраться в причинах этой печальной тенденции. В ночь с 24 на 25 мая я проводил мониторинг соцсетей. Ко мне обратилась одна из гражданок Рязани беспокойных, которая случайно нашла страницу девочки-подростка, на которой были размещены материалы суицидального характера. Мною была проверена данная информация и в кратчайшие сроки проинформировано руководство центра и принято решение передать эту информацию в правоохранительные органы. Обижают в школе, не понимают родители. Все плохо, некому поддержать. Каждый из нас переживал порог юношеского максимализма. Многие молодые люди на этом и перестают задумываться о будущем. Точнее, не видят его радостным и достойным для себя. Как правило, не без посторонней помощи. В Рязанской области в этом году произошло пять самоубийств среди подростков. Чтобы дойти до точки роковой, ребенка очень тщательно к этому ведут. И сначала ему говорят, ты никому не нужен, у тебя не получается в школе, тебя там предки гнетут. Вот таким образом. Да есть очень хороший выход. Ты взметнешь над небом и все твои проблемы будут решены. То есть вот так подталкивают, подталкивают. Уход в мир иной для подростков всего лишь способ постижения крайностей. Лет в 11 или в 12 ребенок начинает постигать себя не только сквозь призму родительских рассказов, но и под влиянием многочисленных социальных факторов. Мнение старших товарищей, первая любовь, первая ссора с другом, бездонный мир сети. Когда ребенок впервые входит в интернет, на него обрушается бесконечный поток запретного контента. К огромному сожалению, в сети бесконечно много сообществ и личностей, всегда готовых помочь подростку совершить непоправимое. В интернете действуют сотни клубов самоубийств. Агрессивная лексика, вульгарное поведение, яркие аллегории в самовыражении, желание выделиться из серой массы. Теряясь в оценках, ребенок испытывает дикий стресс. Его старый мир безнадежно рухнул, а новый еще не создан. В этот момент ребенок выберет правила жизни того, кто первым сумеет его повести за собой. Хорошо, если это будут родители. Ну а если это будет приспешник многочисленных групп самоубийств? Темные тона, непосредственно репосты групп смерти, посты в группах смерти, прогулки по крышам, разрезанные вены, кровь. То есть это уже момент того, что надо обратить внимание на ребенка. Обратить внимание и в социальной сети, и в повседневной жизни. То есть взять несколько факторов и собрать психоэмоциональное состояние. Я понимаю, что не все родители на это способны. Если чувствуют, что не могут определить проблему, надо обращаться к компетентным специалистам, психологам, психиатрам. Что делать родителям, чтобы успеть спасти своего ребенка, если он стал хмур, рассеянно замкнут? Вы должны выяснить, пусть даже скрытно, в каких социальных сетях и в каких группах он состоит. Выведать, что с ним происходит и чем он опечален. Выводите на разговор любыми путями, всеми правдами и неправдами. Если ребенок к разговору не проявил интерес, то ситуация серьезная, без помощи психолога не обойтись. Не следует ребенка насильно отваживать от групп, тем самым вы его настроите против себя. Надо предложить ему альтернативу – жизнерадостные, позитивные, одним словом, светлые места пребывания в сети. И помните, если подросток откровенно потерял интерес к радостям жизни, то дорога каждая минута, чтобы успеть предотвратить беду. Посмотрите, чем дышит ваш ребенок. Беда может исходить даже оттуда, откуда ее не ждешь. Рязанцы примут участие в соревнованиях «Солнечная регата» команды конструкторского бюро «Аврора», которая уже зарекомендовала себя как лидер в российских соревнованиях среди мобильных роботов. В третий раз выступит в подобном проекте. В прошлом году рязанские инженеры заняли первое место, установив рекорд скорости для судов на солнечные энергии в России. Накануне прошли испытания лодки, ученые продемонстрировали свое творение и нашей съемочной группе. Эта лодка весит всего 350 килограммов. Она выполнена из алюминия и имеет подводные крылья, которые сделаны из нержавеющей стали. Судно покрыто солнечными батареями и может развивать скорость до 35 километров в час. Над созданием лодки трудились ученые конструкторского бюро «Аврора». Они же являются участниками российских соревнований «Солнечная регата». Сами соревнования несут несколько миссий. Основная миссия – это воспитание экологической культуры среди инженеров. Потому что люди должны понимать, что двигатели внутреннего сгорания, они загрязняют воду и выбрасывают свои отходы в воду непосредственно. Вторая миссия – это подготовка инновационных судостроителей, которая вписывается в национальную технологическую инициативу, объявленную президентом Путиным в 2014 году. Сейчас в России многие умы направляют свои усилия на создание новых энергетических установок на судах – экологически чистых и бесшумных. По сути, участники «Солнечной регаты» могут внести большой вклад в развитие отечественного судостроения. На создание этой лодки общими усилиями было потрачено 1 миллион 200 тысяч рублей. И она находится в стадии непрерывного совершенствования. Существуют общие принципы создания, а дальше доводка уже производится по месту. Вот сейчас, к примеру, мы покатавшись, мы понимаем, что у нас чересчур мощный мотор, и наш винт просто этого не выдерживает. Как вот можно создавать вещи, не проверяя их в деле? То есть вот элементарно даже, вот мы сейчас пришли к пониманию, что нам крылья немножко нужно будет переносить. Элементарно. А чертежи говорили другое. Именно эта лодка является победительницей предыдущих соревнований. Команда имеет еще одно судно, но в этот раз делает ставки именно на эту лодку. В «Солнечной регате» будут участвовать более 20 вузов страны из разных городов. Но стоит сказать, что рязанская команда радиотехнического университета вносит эксклюзив в состязание. Наше судно имеет подводные крылья. Среди российских команд мы первая команда, которая внедрили эту технологию. Насколько я знаю, в настоящий момент также единственная команда, которая применяет подводные крылья. Для того, чтобы разработать эту конструкцию, нам пришлось обратиться к советской инженерной школе. И там у нас очень большое наследие как раз есть по этому направлению. У нас было много замечательных катеров, «Волга» на подводных крыльях, больших лайнеров. И вот этот плазнание, он сохранился. И в том числе было много исследований для таких маломерных судов. Вот они, катера и лайнеры на подводных крыльях, которые были запущены в серийное производство в России в конце 50-х годов. Ракета, метеор, комета, восход, циклон и многие другие – это результат работы великого советского кораблестроителя, создателя судов на подводных крыльях Ростислава Алексеева. Россия обладала большим количеством таких лайнеров, однако с появлением мощных моторов кораблестроение стало отказываться от подводных крыльев. Но сейчас, когда речь идет о применении солнечной энергии, идея по созданию таких лайнеров становится вновь актуальна. Катера двигаются не по принципу водоизмещающего судна. При разгоне они выходят на движение на подводных крыльях. За счет этого уменьшается соприкосновение с водой, как следствие – сила трения, что добавляет лайнеру скорость. В июне соревнования «Солнечная регата» будут посвящены памяти российского конструктора Алексеева. Пройдут они 12 июня в Нижнем Новгороде, в городе, где его помнят, где он и проводил свою работу. И очень символично, что рязанская команда представит свое судно именно на подводных крыльях. Так что надеемся, что в этот раз удача и яркое солнце будут сопутствовать нашим судостроителям. Сезон отпусков в самом разгаре. Остается буквально пара дней до лета. Куда отправляются отдыхать рязанцы и какие заграничные и российские туры пользуются популярностью. Об этом в следующем сюжете Александры Тамбовской. Несмотря на общие тенденции, поднявшийся курс валют и запрет въезда на территорию популярных курортов, Египта и Турции, клиентуры у турфирм города меньше не становится. Однако все чаще рязанцы стали выбирать отдых на отечественных курортах. Как оказалось, бум продаж по России начался с прошлого года. На Кавказ, Геленджик, Анапа. Планируем в Сочи. В Крым. В Крым? Да. На Валевосток. На море, в Анапу. Пожалуйста, Крепиковский район. Всем в лес на реку. В свете последних событий в Адлер. Я бы сказала, что уже пик продаж прошел. И июль и август продан на наших курортах Краснодарского края весь. От А до Я. Невозможно попасть уже ни в один из санаториев, баз отдыха, домов отдыха, либо пансионатов. В продаже остались либо удаленные места, либо дорогие места, либо наоборот какие-то частные мини-гостиницы, которые, может быть, неприемлемы для кого-то. Но основная часть номерного фонда – это Сочи, Адлер, Амеретинская бухта, Абхазия, Адлер – уже давным-давно проданы и забронированы на все лето. По турам в Крыму пока не видно увеличения продаж. Сотрудники туристических фирм предполагают, что основной причиной тому является отсутствие доступного железнодорожного транспорта. Самолетом готовы летать не все, поскольку перелеты не из дешевых. Также для россиян из домашних мест отдыха привлекательная республика Алтай, Карелия, Кольский полуостров, Камчатка. Однако там не всегда можно найти отельные базы. Кроме того, стоимость ЖД или авиасообщения достаточно высокая. Как говорят сотрудники турфирм, это отодвигает их на второй план – после морских курортов. Говоря о заграничном отдыхе, сейчас лидируют по спросу туры в Грецию, Черногорию, Болгарию, Хорватию и Испанию. В этом году есть и явный лидер среди зарубежных курортов. Лидером по продажам на сегодняшний момент на период летних отпусков, естественно, является остров Кипр, республика Кипр. Это республика с мягким визовым режимом для россиян, практически его нет, вы не почувствуете это в виде оформления какого-либо. Плюс ко всему, с февраля месяца там уже возможно купаться. На воздухе температура приемлемая, это 30 градусов, уже и сейчас стоит. Фрукты, солнце, море, 4,5 часа лету. Естественно, он заменяет нам сейчас продажи по таким странам, как Турция и Египет, которые, к сожалению или к радости, мы не можем в этом году продавать и предлагать своим клиентам. В республике Кипр упрощенный визовый режим. Провизу можно оформить за 24 часа. Среди популярных безвизовых стран – Таиланд, Израиль, Куба, Доминиканская республика и другие. Отправляясь в страны с визовым режимом, прежде всего нужно позаботиться о документах. Напомним, что с сентября прошлого года изменились правила получения шенгенской визы. Теперь стало необходимо личное присутствие подающего заявления в Москве для сдачи его биометрических данных. Дактилоскопия, отпечатки пальцев и сканирование сетчатки глаз. К слову, для загранпаспорта нового образца также потребуются отпечатки пальцев. Биометрический паспорт действует 10 лет, и им не смогут воспользоваться злоумышленники. Вопрос, где отдыхать – дома или за границей, как всегда остается за каждым. В любом случае, отпуск нужно заранее планировать, чтобы он как минимум не сорвался из-за отсутствия транспортных или жилых мест или недооформленных документов. На этом у меня все. Далее смотрите программу подробностей. Завтра подведем итоги этой недели. А пока хорошего продолжения дня. Генеральный спонсор программы – жилищный комплекс «Дядьково». Весь май квартиры площадью 41 квадратный метр от 1 150 000 рублей. По ипотеке с государственной поддержкой. Жилищный комплекс «Дядьково» надежное качество по доступной цене. Звони 997722. Редактор субтитров А.Семкин